Доброе утро Да, мы очень долго добирались, потому что для меня все-таки переезды на машинах это очень тяжело, достаточно длительное время, но мы все-таки приехали, мы здесь и сегодня вечером нас ждет замечательный большой огромный концерт Ну давайте расскажем поподробнее о концерте, сегодня в 19.00 в Доме культуры Жастар состоится концерт под названием «Страстное признание в любви», расскажите поподробнее Почему именно так называется? Да, ну тенор это всегда герой-любовник, сам голос, который всегда покорял, покоряет и я так думаю, что уверен в том, что будет дальше покорять женские сердца, поэтому только любовь, только любовь, только любовь На самом деле сегодняшний концерт посвящен памяти великого итальянского тенора Энрику Карузо В этом году ему исполнилось бы 140 лет и вот с этим гастролем-графиком, с этим гастролем-туром, с этим концертом памяти Энрику Карузо, Алехандро Алмедо и еще два тенора прибыли в октябрь А вот мы знаем, что под эгидой благотворительного фонда «Таланты мира» вы к нам приехали, расскажите об этом Благотворительный фонд творческих инициатив «Таланты мира» включает в себя достаточно большое количество певцов Он был организован в 2002 году для поддержки и популяризации классической оперной музыки Вот наш девиз от культуры мира к миру на планете И я так думаю, что под этой эгидой, под этим девизом мы в этом году добрались до Казахстана с тремя тенорами Расскажите, пожалуйста, о вашей встрече в 1987 году с одним из великих теноров Пласида Доминго Пласида Доминго идет в ресторан «Сай хай» и она хочет слушать историю вашей истории Да, много лет назад, в 1985-1986, я был в Нью-Йорк-сити, в ресторан «Бесаме», «Бесаме» Это был 87-й год, когда он исполнял в ресторане «Бесаме Мучо» И он пришел с семьей, с женой, с детьми, с мамой Пласида Доминго пришел со своей семьей, с женой, с детьми, с мамой И, знаете, в одном из ресторан, он говорил, что это Пласида Доминго, тенор номер один в мире Но я не знаю, кто был Пласида Доминго Да, до этого он не знал, что такое классическая оперная музыка И менеджер ресторана сказал ему, посмотри, это Пласида Доминго, он великий тенор Он первый во всем мире, он очень популярный Алихандр ответил, что я не знаю, что такое оперная музыка Я тогда пел рок-н-ролл и популярную музыку, эстрадную Поэтому я не хочу, он сказал Да, да, и когда директор ресторана показал Пласида Доминго и познакомил их Тот послушал его, он спел для него мексиканскую песню Тот послушал его и сказал, что в тебе есть огромный потенциал оперного певца И тебе нужно заниматься своим голосом Тебе нужно учиться оперному искусству и делать себе карьеру И тогда я начинал изучать оперную музыку, но я не знаю, кто он был Только я купил рекорд, Тауэр Рекорд, 66 и Бродвы И я увидел постеры по всему миру, ты знаешь, лет назад мы купили рекорд Да, и когда он вышел из ресторана после этого знакомства На 77 улице он зашел в магазин, где продаются диски, DVD и многое другое И когда он зашел в этот магазин, он везде увидел лицо Пласида Доминго Везде висели его афиши И Доминго была посвящена отдельная полка в одном из шкафов Где стояли его видеозаписи, звукозаписи И тогда он сильно занервничал, ему стало немножко не по себе Потому что с ним познакомился такой человек, а он не восстанавливал всерьез И когда в следующий раз Доминго пришел в тот ресторан, где пел Алехандро Он говорит, я постеснялся подойти к нему А тот сказал ему, ну что же ты стесняешься, мы же теперь друзья С этого момента и началась моя карьера оперного певца А вот о вашем голосе, как вы распеваетесь Может быть у вас какое-то особое меню Как ваш голос, you touch your voice to the concert To this concert? Нет, before You go into the concert hall and sit in the rooms And how you listen your voice Oh, well, change my voice, yes, change a lot Because, you know, and then Maestro Доминго He recommended me Bruno Pola And I started, I went to Italy for five years He gave me scholarship, 20,000 dollars And yes, a big difference Because from pop songs to opera is very big difference But, you know, in Mexico, I sung Mexican music too And Mexican music is difficult So, when I started to study vocalize, you know Or whatever Change because we made muscles inside of diafragma And gola And then, yes, and change a lot Very big difference I was worried because I lost my voice Chuchus, I lost my voice How do you say? I lost my voice Oh, I don't have voice But then after six months My voice came back better And I started to sing Oh, Sole Mio Granada And Arias And then I started to do career all over Well, he told me that it was a very difficult thing He gave me lessons But, in fact, when he came to the concert When he came to the concert, he needed to do vocalize 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 And then he did some vocalize Then he did some vocalize But, in fact, Alejandro a little bit Umolchal But, in fact, he wasn't very serious Before the concert It's a couple Two notes When he tried the voice And there's a lower note Do Это такая Любой tenor должен обладать Иметь эту ноту До Высокую И если она есть То все хорошо Попробовали До есть И пошли петь концерт Как бы с этим проблем нет Он не распевается Очень много перед концертом Ну, я знаю, что Сегодняшний концерт Будет состоять Не только из оперы Но и из традиционных Мексиканских песен А вот помимо Ну, бывают такие концерты Легкие Свободные Алекандро поет Популярную музыку Бывает такое? Да, конечно Он уже говорил о том Что он раньше пел Рок-н-ролл И популярную музыку Конечно, он все это знает Существует На постсоветском пространстве В бывшем Советском Союзе Люди очень любили И любят до сих пор И практика наших концертов Показывает, что это правда Существует такая Мексиканская народная песня Сью Ли Ту Линдо Которую узнают все Наши папы, мамы, бабушки И дедушки Которые ее пели Тогда, когда ее крутили По радио и телевидению И, конечно же, сегодня Она тоже будет исполнена В нашей программе Очень много других песен Которые мы знаем Конечно, будут представлены Три оперные арии Они очень популярны Известны И как оперные певцы Конечно же В оперном концерте Они просто обязаны Исполнить по одной Своей визитной карточке В виде этой оперной арии А дальше у нас будет Более легкий репертуар Это неаполитанские песни Русские народные песни Будет очень много Музыкальных приношений И подарков, конечно же Для публики Которые она, естественно, услышит Хотелось бы узнать Есть ли у Алекандро ученики? Пока его карьера на пике И у него очень большая занятость И он не может обучать людей Потому что он постоянно куда-то летает Потому что в России он прилетает Вот уже в 14 раз В Казахстане он впервые Мы были в Азербайджане с концертами Он очень часто летает в Японию В Китай И в Южную Америку, естественно, конечно же С концертами В Израиль Мы очень часто летали в Израиль С фондом Таланта Мира Поэтому у него есть две ученицы Две ученицы сопрано Начали они заниматься Когда им было по 16 лет Сейчас им 22 Они выступают на Бродвее В мюзиклах И в театрах В маленьких театрах На Манхэттене в Нью-Йорке Но он уже сказал, что он So busy Я очень занят Постоянные перелеты, переезды И у меня просто нет времени на учеников Но мы общаемся по телефону По скайпу, по электронной почте Вот что сподвигнуло этих девочек Заняться вот таким вот творчеством Вы их вдохновили Или же они сами У них давно было такое желание Какие эти две сопрано Пустили в опера-музиках Ну, потому что Один из них Да, она делает опера Но другой Она предпочитает Мюзикл Бродвей Бродвей И другая Она имеет более потенциал И более драматичный Так что она делает опера Да, ну, сейчас они Да, конечно Их не он А вообще Оперная музыка И мюзиклы Участие в мюзиках В Америке очень популярны Мюзиклы Это Это не оперетта Но в какой-то степени Очень похоже на нее Это достаточно легкий жанр И Там можно проявить себя Как драматическому актеру Так и оперному певцу Нужно обладать хорошими Вокальными данными Поэтому они пришли учиться Для того, чтобы выступать на Бродвее У вас расписан уже Какой-то график Посещения городов Стран до конца этого года Возможно ваше возвращение В этом году в наш город С новой программой Может быть с этой вновь Возможно В этом календарном году Конечно, да Мы проехали сейчас Восточном Казахстане Три города Это Атырау Актау И Уральск В каждом концерте В конце концерта Со сцены Я объявляю о том Что В сентябре месяце Чисел пока назвать К сожалению не могу Мы обязательно Вернемся Фонд Таланты Мира Обязательно вернется В Казахстан С своим другим проектом Проектом Вечер памяти Муслима Магомаева Мы обязательно вернемся Это будет сентябрь месяц Уже будут новые участники? Конечно Магомаев был баритоном В этом проекте Представлены Три тенора Это совершенно другой голос Поэтому И репертуар Будет совершенно другой Концерт будет исполняться Открою маленький секрет Магомаев строил Свои концерты Первое отделение Это классическая оперная музыка Которая включала в себя И оперетту тоже Второе отделение Это более легкий жанр Романсовые Романсы Русские народные песни И конечно же Эстрадная Всем полюбившаяся В прошлом веке Эстрадная музыка Арно Песни Арно Бабаджаняна Обязательно На сегодняшний день Алекандр говорит На сегодняшний день Он спел 233 концерта В России За 14 свой приезд С благотворительным фондом Творческих инициатив Таланты мира Под руководством Давида Гвинянидзе Давид Гвинянидзе Он говорит Это мой большой друг Поэтому я очень люблю Россию Теперь я уже люблю Казахстан Потому что до этого В России нам очень нравились Блондинки Но вот А после тех в Казахстан У нас Я бы уверен Приоритеты поменялись Нам брюнетки стали нравиться Конечно Мы в честь них о любви Поем только День и ночь Вот Вот так вот У нас Ну что ж Большое спасибо Что вы сегодня Пришли к нам в гости на эфир Ну и конечно Мы приглашаем всех наших телезрителей В 19.00 Сегодня Во дворце культуры Жастар Стоится концерт Под названием Страстное признание в любви Сразу три тенора Вас будут приветствовать Со сцены этого Дворца культуры Спасибо вам за то Что вы приехали Ну и конечно Мы ждем вас Спасибо за вашу время Настя познакомиться Да И мы хотим Всех приглашать Всех приглашать В нашу концерт Мы будем делать Грэй Грэй Шоу Ты знаешь Своей энергии Позитивной Да Мы всех вас приглашаем На Сегодняшний вечер На сегодняшний концерт Где будет Огромное музыкальное шоу Мы подарим вам Очень много Хорошей энергии И прекрасного настроения Только мир и любовь Напомню Что в нашей студии В гостях у нас были Звезда мировой оперы Алехандро Альмеда И Антон Новиков Администратор Тура Но вы дорогие друзья Не переключайтесь После рекламы Мы вновь вернемся в студию Спасибо вам